А, все, меня включили, да? Ну, во-первых, всем привет. Как я уже говорил, я открываю, можно сказать, конференцию, веб-секцию, посмотрим, что из этого получится. Я надеюсь, что сейчас немножко разогреюсь и все пойдет быстро. Как смотреть этот доклад? Как это все воспринимать? Слайдов очень много, пытайтесь в основном слушать. Слайды — это лишь нечто вспомогательное. Еще раз о производительности веб-страниц. Почему еще раз? Потому что если вы будете искать мое имя в сети, то, скорее всего, вы наткнетесь на доклады, похожие этому, либо какой-то материал, связан с браузерным рендерингом или что-то в этом духе. Так или иначе, еще раз всем привет. Меня зовут Сергей. И в сети я известен как Уфа-Кодер. Есть у меня... Работаю я в компании Этти Холдинг. Есть у меня Телеграм-канал. Подписывайтесь на него. Там много интересного контента, который я там сам, так сказать, публикую. Не так часто, но довольно-таки интересно. И о чем у меня будет доклад? Сначала я хотел бы поговорить в целом, что такое веб-страница. Потом я перейду к вопросу производительности. Мы посмотрим, а где же эта производительность появляется в веб-странице. Чтобы понять предмет производительности, нужно пойти еще глубже и понять, как эта веб-страница работает. Потом мы попытаемся рассмотреть, что нужно измерить и что можно измерить, и как это все улучшить, как улучшить вот то нечто, что мы обозначили как производительность. Итак, по порядку приступим. Веб-страницы, вот если брать далекое будущее или определение из Википедии, у нас есть так называемый гипертекстовый документ. Когда-то это были статические страницы, потом у нас в прошлом появилась возможность отправки пост-запросов, мир веба у нас изменился, у нас страницы стали динамическими. Потом у нас появились сингл-пейдж-аппликейшены, у нас часть веб-приложения ушла во фронтенд, в браузер. Потом у нас еще какое-то время прошло, и у нас наши веб-страницы или уже так называемые веб-приложения превратились в гибриды. Часть у нас отдается серверам, часть у нас рендерится на клиенте. В общем, очень все стало сложно. Но с точки зрения пользователя, так или иначе, как вот это все выглядит? Как выглядит работа с веб-страницей? Вот у нас есть пользователь, у него есть браузер, он вводит какой-то URL в браузер, получает содержание какое-то из интернета, из сети. Потом у нас с помощью особой браузерной магии отрисовка происходит вот этого нечто, содержание на экран. Получаем какие-то пиксели. Но это не все. Пользователь может взаимодействовать с этой страницей. На странице могут быть всевозможные анимации, скроллинг тоже может каким-то эффектом вести. Ну, как минимум, перерисовка, мы что-то там двигаем, у нас на экране картинка меняется. Он может увеличивать, ну и прочее, прочее, переходить по ссылкам в рамках этого веб-сайта, этого ресурса. Так или иначе, это тоже ведет к перерисовкам. С точки зрения разработчика, вот у нас, как это все выглядит, есть у нас приложение, веб-сервер у нас есть. Когда-то на нем были просто статические веб-страницы. Браузер отправлял запрос, получал ответ в виде этой страницы. У нас в дальнейшем это все усложнялось. Это у нас приложение, как выглядело. За этим приложением у нас могло быть множество сервисов, база данных, какие-то сторонние API. Но с точки зрения браузера, вот эта вот вся сложная система, которая там где-то находится, она что из себя представляет? Это просто запрос и ожидание ответа от этого нечто большого, сложного. Эволюция пошла дальше, у нас появились high-load системы. Наверное, система удачная, тут слово. Микросервисная архитектура, но все в таком духе. С точки зрения фронтенд-разработчика у нас это как выглядит? Вот эта вот часть, которая в браузере живет. У нас есть браузер, у браузера есть множество API. У нас происходит общение с сетью через запросы, ответы. То есть как бы ничего сложного. Но все это как-то живет. Усложнилось несколько наша архитектура, появился такой тренд, как микро-фронтенды. Я не особо верю, как сказать. Кажется, это больше маркетинговый такой подход, нежели технологический, что ли. Ну так или иначе. Вот картинка с точки зрения разработчиков фронтенд выглядит так. Для него общение с бэкэндом – это все равно запрос и ответ. Ну ничего более. И что мы отсюда имеем? Вот из этого такого погружения в опыт. Мы имеем то, что у нас есть сервер, сеть и браузер. И, соответственно, на то, что мы называть будем производительностью, влиять может все. Производительность живет где-то вот в этих трех составляющих. И мы теперь должны перейти к понятию, а что же такое производительность? Вот если брать понятие в целом, то это труд, который мы можем выпустить за какую-то единицу времени. Ну поскольку мы говорим про компьютер, у нас это понятие несколько сужается, и у нас есть какие-то операции, которые мы выполняем во времени. А у нас есть веб-страницы, где там производительность находится, что там за операция у нас внутри находится. Вот мы должны посмотреть некоторые примеры веб-страниц, и там мы можем, в принципе, попытаться понять. Вот, казалось бы, вот такая вот страница, about blank, это встроенная страница хромиума и всех вытекающих из него браузеров. Вот что здесь происходит? Вот на самом деле здесь происходит отрисовка. Оказалось бы, что ничего не выводится на экран. Вот такая вот у нас страница, Google. Что здесь у нас происходит? Ну, как пользователь я могу размышлять. А когда что-то вожу, у меня происходят сетевые запросы. И вот, кстати, интересный момент, что мы можем понять эту производительность из ответа на вопрос, а что же здесь тормозит? Вот, допустим, если мы вот такой вот сайт увидим и спросим себя, что здесь может тормозить, ну, гипотетически. То есть понятно, что это сайты, они рабочие, они там в продакшене, отлажены, все у них хорошо. Но так или иначе, вот мы себя спрашиваем, а что там может тормозить? Ну, здесь мы можем предположить, что что-то связанное с отрисовкой тормозит. Или очень много элементов на странице, какие-то вычисления. Возможно, JavaScript тормозит. Вот если мы посмотрим на такой сайт, он такой очень-очень длинный. Вот я в правой колонке весь этот сайт изобразил, слепил все, что там было. Вот что здесь может тормозить? Здесь у нас происходит подгрузка всех изображений после того, как мы открываем этот сайт. Несмотря на то, что у нас видимую область экрана попадает только лишь часть из них. То есть у нас еще... Ну, то есть тут мы видим какую-то сетевую активность. Там у нас JavaScript был, какая-то отрисовка. Вот такой еще пример есть. Здесь у меня GIF изображение используется. Поэтому не удивляйтесь, что на изображении написано 60 FPS, а все так тормозит. Так или иначе, мы здесь видим то, что у нас есть вот эта вот сложная отрисовка. И это мы в целом посмотрели. Вот где эти операции могут быть? Они вот где-то там, в каких-то вот таких вот процессах, которые мы называем рендеринг, называем отрисовка. Мы должны пойти глубже. Мы должны понять, как эта веб-страница работает. Потому что мы рассмотрели вот эти операции как-то абстрактно в целом. Нам нужен браузер какой-то. Мы будем говорить с вами о браузере Chromium. У нас есть три основных браузера. Это Safari, Chrome, Firefox. У каждого из этих браузеров есть свой движок. Chrome основан у нас на браузере Chromium. На Chromium основаны не только браузер Chrome, но еще и другие Brave, Microsoft Edge и так далее. И этот браузер у нас отлично задокументирован. Очень много дизайн-документов. Можно посмотреть, как он работает. Конференция есть, которая рассказывает про те или иные фичи внутреннего устройства BlinkOn. И как у нас этот браузер выглядит, если вот в целом высокоуровнево говорить. У нас есть библиотека, связанная с отрисовкой Blink. В нее встраивается V8. Библиотека Blink занимается рендерингом, вот той вот важной частью. У нас есть работа с сетью. И вот у нас есть что-то, что это все воедино связывает. Вот если очень грубо смотреть на это все. И чтобы ответить на то, как работает веб-страница, мы должны вот еще чуть-чуть углубиться. У нас есть браузер. Браузер — это приложение внутри операционной системы. Приложения имеют свои процессы. У Chromium процессы следующие представлены на экране. Один браузерный, один GPU. Множество утилитарных процессов. Нас интересует работа с сетью. Есть еще процессы, связанные с отрисовкой. Вот такая у нас есть страничка V3.org. Как пользователь мы можем все эти процессы посмотреть здесь, в Task Manager. Один браузерный, один GPU, утилитарные. На экстеншены у нас свои процессы. И один рендер процесс. Внутри процессов есть потоки. Всегда есть один главный, один поток, который общается с другими процессами. И в зависимости от того, о каком процессе у нас идет речь, мы говорим о специальных потоках и потоках общего назначения внутри этого процесса. У нас есть процессы в процессах потоки, в потоках задачи. В потоки попадают задачи, и они исполняются одна за одной последовательно. У нас могут у задач быть подзадачи, и считается, что пока дочерняя подзадача у нас не выполнится, то у нас выполняется родительская задача. У нас еще есть такое понятие, что какая-то задача может блокировать поток. То есть она может быть очень долгой, либо она может быть бесконечной. Допустим, джаваскриптовая задача в Iltru может остановить выполнение джаваскриптовых последующих задач. Но вот какой-то такой взгляд на все эти вещи. У нас здесь еще есть планировщики. Планировщиков в браузере много. Самый хорошо задокументированный, который относится к операциям нашим, это планировщик Brink. Планировщики занимаются тем, что они из множества источников задач берут эти самые задачи и располагают, формируют очереди. И из этих очередей они в поток эти очереди добавляют на исполнение. Это вот как оно выглядит схематично тут представлено. Упрощенно как оно выглядит, я вроде бы озвучил, должно быть понятно. Вот они, операции у нас найдены. У нас есть процессы, у нас в процессах есть потоки, там задачи, планировщики. Вот как-то вот с точки зрения операционной системы это выглядит так. Абстрактно немножко для нас и далеко. Имеется в виду то, что далеко с точки зрения разработчиков. Frontend, backend, full stack. И нам нужен какой-то инструментарий, чтобы связать вот то, что там находится внутри, с нашим опытом, чтобы приблизиться к производительности. Нам нужен инструментарий. Всем известный DevTools Performance. Вот он, пожалуйста. И здесь еще такой инструмент новый появился, как Performance Insight. Это по сути тот же DevTools Performance, но который убирает вот, так сказать, ненужную информацию в кавычках и подсвечивает только те моменты, на которые специалист в области перформанса должен акцентировать свое внимание. У нас еще есть обратный инструмент, который наоборот все-все-все показывает. Вот любые серые области в DevTools Performance, которые вы видели, вы можете проинспектировать здесь. Это трейсинг. Такой инструмент есть. И тут такой интересный момент, что у нас разработчики, они нам пытаются, браузеров, разработчики браузеров пытаются нам, разработчикам сайтов, дать какие-то инструменты, которые от этой всей внутрянки нас избавляют. И с одной стороны это хорошо, с другой плохо. Я в будущем расскажу почему. Вот так или иначе у нас есть такие три инструмента. Я буду акцентировать внимание вот на DevTools Performance. Он нам позволяет показать то, что мы называем нетворкингом, общением с сетью. Дополнительно мы можем еще использовать вкладку Network, соответственно. И у нас еще в DevTools Performance есть то, через что мы можем смотреть на такое понятие, как отрисовка. Вот тут я тоже обозначил на слайде. И поговорим сначала о работе с сетью. У нас в итоге получается, что есть два основных процесса, ну, с точки зрения пользователя имеется в виду. Это мы скачиваем что-то из сети, а потом отображаем и взаимодействуем. И по сути взаимодействие – это смесь вот этих двух процессов – работа с сетью и отрисовка. Отрисовка у нас – работа с сетью. У нас наш современный интернет построен на стыке протоколов TCP и IP. Но имеется в виду интернет, который связан с браузерами. Основным протоколом у нас являются TCP, HTTP и другие. И вот мы немножко вкратце поговорим об этих протоколах. Совсем немного. У нас есть протокол TCP и IP. Он что делает? Устанавливает соединение и передает какой-то контент из сети. Ну, то есть ресурсы, которые мы запрашиваем. Чем больше этот ресурс, тем больше времени нужно за тем, чтобы передать это нечто по сети. Нас интересуют операции, нас интересует время. Вот у нас есть работа с сетью, вот они, те самые операции. Создание соединения, передача контента. Мы тратим какое-то время на создание соединения, мы тратим какое-то время на передачу этого контента, на передачу ресурсов. Когда-то давно у нас появился HTTP протокол. Он развивался, достиг первой версии. Первая версия имеется в виду, что на самом деле первая версия была 0.9, а тут имеется в виду первая версия как 1.0. То есть формально первая версия, не по-настоящему. У нас HTTP протокол основан на TCP протоколе, и, соответственно, у нас есть время на установку соединения TCP. У нас есть время, которое связано с работой HTTP протокола. И тут вне зависимости, о каких ресурсах идет речь. Вот мы получаем HTML какой-то, мы получаем CSS какой-то, мы получаем какие-то картинки. Что бы мы ни получали, с точки зрения работы по сети, у нас это просто какие-то байтики. Какие-то, ну, для HTTP это текст. Какой-то текст, какие-то байтики. Мы просто передаем какие-то байтики по сети. И чем меньше байтиков мы передаем, чем меньше мы времени тратим на установку соединения, тем это все у нас работает быстрее. У нас сейчас все еще, у нас все развивается. У нас когда-то давно появился HTTPS. У нас дополнительные накладные расходы на установку соединения появились. Вот тут показано на иллюстрации. И тем самым у нас время передачи, ну, поскольку нам еще нужно установить соединение, суммарное время передачи какого-то ресурса по сети, оно увеличивается. Но необходимости CP, HTTPS протокола, она очевидна, я вам думаю. У нас протокол развивался, появился HTTP 1.1. Он принес две новые фичи, это Keep Alive. Если до этого мы как делали? Мы открывали какую-то страницу. У нас на странице было множество ресурсов. И, допустим, у нас там был ресурс, картинка, картинка вторая, картинка третья, картинка четвертая. До этого мы как делали? Мы открывали на каждую эту картинку свое TCP-соединение, то есть тратили время на connect, вот на этот. Потом тратили время на передачу каждого ресурса. А вот эта вот фича, она что делает? Она говорит, мы можем переиспользовать ранее открытое соединение TCP, и нам нет необходимости устанавливать connect. Тем самым мы экономим время. То есть еще тогда на уровне стандартов начали появляться вот эти оптимизации на уровне сети. Там еще появилась другая штука HTTP-пайплайнинг. Смысл в том, что мы группируем последовательно все запросы, полученные там в результате обработки страницы. То есть там у нас были картинки 1, 2, 3, 4, 5. Мы все эти картинки представили в виде запросов. То есть мы хотим их получить, чтобы в дальнейшем это образить. То есть формируем пачку из пяти запросов, получаем пять ответов. Это несколько нам тоже экономило время. У нас появился HTTP-2 протокол. У него там свои оптимизации. Ну, всем известно мультиплексирование. Не буду вдаваться в детали. Мы экономим также на передачу заголовков. У нас там появляются свои понятия, кадры, ну и так далее, и так далее. Появляется HTTP-3. Здесь еще другие оптимизации появляются на более низком уровне. У нас используется не TCP-протокол, а UDP. Вводится еще дополнительное понятие, понятие коннекта. Вы, допустим, когда там из одной сети переключаетесь на другую сеть, имеется в виду с одного Wi-Fi переключаетесь на другой Wi-Fi, вам нужно устанавливать новое TCP-соединение, если бы это мы говорили, HTTP-1 либо HTTP-2. А здесь у нас нет такой необходимости. Тоже там можно углубиться в этот протокол. Так или иначе, что в браузере происходит? Вот у нас есть сеть, у нас есть вот эти вот протоколы, которые передают гипертекст, HTTP-протокол. Как это в браузере все устроено? Есть множество у нас API, доступные разработчику. Так или иначе, все эти API используют HTTP-протокол. Ну, про WebRTC мы говорить сегодня не будем. У нас есть возможность использовать, работать сетью, только используя вот эти вот API браузерные. Все, что происходит там под капотом, мы на это не влияем, но мы понимаем, что оно есть, и мы можем это как-то инспектировать. Страница Google открыл, открыл DevTools Network, множество запросов, выбираю какой-то запрос и могу посмотреть, что здесь происходит. Нас интересуют операции, нас интересует время, работа с сетью. Вот оно тут все представлено. Установка соединения, время формирования запроса, время получения ответа. Все оно здесь есть. И тут в чем особенность? Вот если вы понимаете, как работает HTTP-протокол, оптимизация, которая за ним следует, то тут вот интересный момент есть. Что я сделал? Я просто перезагрузил страницу Google.com. И, внимание, у меня времени на установку соединения здесь нет. Догадались в чем дело? Я думаю, да. И вот это все, что нам дает вот эта вся информация, про которую я сейчас сказал? Ну, там протокол, браузер, нетворк, вот это вот все. Нам это дает операции. Мы пытаемся понять, где эта производительность находится. У нас есть операции работы с сетью. Мы понимаем природу этих операций. Мы понимаем, где это посмотреть, будучи разработчиком. Мы пытаемся теперь приблизиться к этим операциям. Установка соединения, передача данных, механизмы, которые пытаются как-то оптимизировать на уровне спецификации, на уровне браузера. А можем ли мы на это как-то повлиять? Ну, конечно, можем. Мы можем вместо HTTP 1.1 использовать HTTP 2, допустим, на наших серверах. Мы можем уменьшать наши ресурсы. Мы можем использовать сжатие и прочие там всякие штуки. CD можем использовать, чтобы физически сократить расстояние. В общем, мы можем на это влиять. Несмотря на то, что с той стороны на уровне стандартов какие-то оптимизации происходят, мы тоже можем на это повлиять в лучшую сторону. Давайте перейдем к отрисовке. И тут я еще такой момент хочу подсветить, что я не даю никаких пока рекомендаций, как это все улучшать. Это пока не наша основная задача. Мы пытаемся понять, где здесь производительность находится и на что стоит акцентировать внимание. У нас есть сеть, протоколы, передача контента по сети ресурсов. Нужно перейти к отрисовке. Другая очень большая и важная часть. То есть отрисовка, вот я там говорил про различные процессы внутри браузера. И у нас среди этих процессов есть процессы, связанные с отрисовкой, рендер-процессы. Ну и интуитивно, наверное, напрашивается ответ, что вся отрисовка происходит там. Наверняка вы видели, когда вы открываете в диспетчер задач в операционной системе, то у вас там очень много вот этих рендер-процессов и вот такая вот байка есть. Ну, не байка, наболевшая тема, что у меня сжирает Chrome всю оперативную память в моей операционной системе. Какого черта? На самом деле это сделано для двух вещей. Это сделано для безопасности, это сделано для оптимизации рендеринга. Для безопасности за тем, чтобы у нас, если, так скажем, взломщик попытается проникнуть в один процесс отрисовки, он не сможет украсить там, скажем, в соседней вкладке учетку, которая появилась в результате авторизации в каком-нибудь банковском сервисе. Это вот одна большая задача. Почему у нас так много рендер-процессов? Другая — это оптимизация. И у нас есть модели того, как эти рендер-процессы создаются. Вот я их тут несколько показал на экране. По умолчанию у нас используется вот этот последний. Я хотел бы показать вот этот предпоследний, вернее, второй, чтобы просто вы поняли, почему их так много, этих рендер-процессов. То есть первый вопрос безопасности, второй — это вот причина оптимизации рендеринга. А какие механизмы стоят? Вот процесс per site, допустим. Такая модель из создания этих рендер-процессов. Вот столько у меня есть тут табов в браузере, айфреймы. Каждый использует свой хост, типа там A, точка, тест и так далее. У нас здесь получается буковок сколько? Четыре. A, B, C, D. Четыре буковки, значит, четыре должно рендер-процессов быть. Запустил Chrome с такой моделью, и вот у меня четыре как раз-таки процесса. Раз, два, три, четыре. То есть все это работает, можно повторить. У нас есть процессы, в процессах есть потоки. Потоков у нас... Главный поток — это главный поток, main thread. И у нас еще есть поток основного назначения. Он тоже очень важный. Это поток компоновщика. Все эти потоки мы можем с вами посмотреть, которые есть в рендер-процессе, мы можем посмотреть в DevTools Performance. Main — главный поток, уверен, все это видели. Chrome, Child, IO, Thread — это те самые IO потоки, которые общаются с другими процессами. Компоновщик мы о нем поговорим. У нас есть вспомогательные потоки рендер-процесса. Здесь они связаны с тем, что мы парсим фоном JavaScript и его, собственно, отдаем. Внутри дальше. Работа с WebRTC, работа с Media. С Media тут на самом деле несколько по-хитрому сделано. Тут и аудио, и видео. Все сюда впихивается. Тут сложно сказать, что это поток медиа. Это что-то, что вот эти все операции нам подсвечивает. Ну, так или иначе, оно тут присутствует. Вне зависимости, открыли вы страничку с аудио либо с видео. И вот последовательность вот этих шагов, когда мы получили что-то из сети, байтики наши, текст, вот эта вот магия, которая превращает все это в пиксели на экране, называется rendering pipeline. Когда-то давно, когда вот только там интернет появлялся, более чем 10 лет назад, это выглядело так. Получили контент из сети, разукрасили, ну, в кавычках, расположили, отрисовали. А где-то около 10 лет назад это все несколько усложнилось, и появился еще один шаг. И вот как это все выглядит, мы сейчас с вами об этом поговорим. У нас есть какой-то контент из сети. Вот, допустим, вот такая вот страничка. HTML. Мы это все скачиваем в виде байтов, получаем наш рендер-процесс в виде символов. Символы мы преобразуем в токены, токены в ноды, в конечном счете преобразуем все это в объектную модель. И за все это у нас отвечает спецификация. То, как происходит парсинг. Операции у нас тут есть. Если с сетью у нас там операции, ну, как сказать, высокоуровнево говоря, две, это установка соединения и передача данных, ну, понятное дело, то, что мы можем в зависимости там от версии протокола углубиться и смотреть, как там передача данных происходит, то здесь у нас операции больше, и они, как сказать, очевидны. То есть у нас тут есть соответствующие операции для каждой стадии преобразования контента из сети в пикселен экране, рендеринг, пайплайн. Парсинг, парс HTML. Парс HTML. Все это разбито у нас. Конкретно эта задача разбита на несколько у нас частей, так скажем. Почему? Потому что у нас есть спецификация, которая говорит, что мы можем обрабатывать HTML, так говорят, патчами, кусочками, что ли. Если у нас встретится JavaScript, он прервет парсинг. У нас будет дочерний JavaScript задача. Спецификация описывает парсинг. Так, нечто похожее у нас происходит и для CSS. Тоже получаем байды. В конечном счете получаем свою объектную модель, есть своя спецификация, которая говорит о том, как это все делать. И есть своя соответствующая задача. Парс, стайл, шит. Когда мы это все получили, мы пытаемся теперь понять, как у нас должны стилизоваться вот эти вот дом-элементы. Вычисляем для каждого из них соответствующие стили. Соответствующая задача у нас есть. Операция. Результат работы, ну, я уверен, многие с этим сталкивались, если не все. Представлено здесь вот elements, выбираем элемент, computed style. Собственно, вот оно все. Есть понятие такое, как render tree. Это то самое дерево, которое необходимо отрисовать. То есть у нас не попадают в это дерево элементы, которые не будут отображаться на экране. Когда мы рассчитали дом-дерево, рассчитали стили для каждого элемента, мы должны понять, а где, какой элемент у нас будет расположен на экране. Здесь у нас появляется другая стадия, которая называется layout. Соответствующая новая дерево появляется. Мы также можем посмотреть стили, которые отвечают за layout. Таким же образом, только просто сгруппировав их. И у нас есть соответствующие задачи. И вот мы переходим к самому главному. Вот если раньше у нас, когда мы доходили до этого шага, все в дальнейшем там отправлялось на GPU, мы это все отрисовывали, то сейчас у нас все усложнилось. Появилась такая большая, большая, пусть будет, категория задач, я не знаю, как сказать, задача пусть будет, которая состоит из нескольких других задач, это компоновка. Идея в том, что у нас страница разбивается на слои, и слои эти отрисовываются независимо, растеризуются, если быть более точным. У нас было layout дерево, мы пытаемся понять, а где какой, элемент у нас будет преобразован в отдельный слой, будет отрисован как отдельный слой, есть специальный список триггеров, есть специальные, есть задачи, в которые мы можем посмотреть, DevTools Performance, вот они, можно посмотреть через DevTools отдельный такой инструмент, есть слои, который покажет все слои, элементы покажет, которые в слои были вынесены, покажет вам, как это выглядит в пространстве, можете даже разрисовать, покажет размер, причину, почему это все было вынесено, все это есть. И второй важный момент, вот у нас есть слои, а есть еще обработка этих слоев, то есть нам же нужно вынести это все там, растеризовать, вот это какие-то там, дальше операции происходят. Все это у нас происходит в отдельном потоке, и происходит это в том, что вот назывался там компоновщик, композитор здесь он указан. И у нас перед тем, как вот эта компоновка, она усложняет рендеринг, и там еще дополнительные оптимизации с течением времени появились. Появился такой шаг, перед тем, как в компоновщик что-то отдать, у нас появляется такое понятие, как эффекты к этим самым слоям, связанные с перемещением слоя, связанные с обрезкой, с зуммингом и так далее. Мы формируем список этих эффектов, мы формируем список операций, и в дальнейшем это передаем на компоновщик операции. У нас есть layout объекты, то есть вот это дерево, которое мы получили на предыдущих шагах. Мы получаем такие структурки внутренние, которые говорят о том, как у нас это все будет отрисовываться. Если вы фронтенд-разработчик, то это вот что-то типа, как экшенов в редакции, вот что-то похожее. Вот выглядит, ну типа зачем мне об этом знать, да? Ну вот смотрите, вот такой вот у нас есть HTML, он формирует вот такое вот нечто, то, что на экране изображено. С точки зрения вот этих операций, вот эти вот внутренние структуры выглядят так, и эти внутренние структуры мы можем с вами найти в DevTools Performance. включив Paint Instrumentation, не знаю, как по-другому назвать, он нам позволит профилировать вот эти Paint-команды, и мы можем посмотреть все эти операции. Вот для того HTML, который я ранее показывал, все эти операции, вот они здесь есть. И они в дальнейшем нам помогут в одном примере, связанном с оптимизацией браузерного рендеринга. Вот, мы с вами что сделали? Мы сформировали эффекты, мы поняли, какие элементы у нас выносятся в слои, мы сформировали эффекты, мы получили операции, которые мы хотим в дальнейшем как-то что-то с ними сделать, в частности по ним отрисовку произвести. Мы теперь что делаем? Мы вот эти все, все, что накопили, мы отдаем туда вниз. То есть мы отдаем слои, отдаем эти операции, вернее, эффекты, эффекты для этих слоев. Что дальше происходит? На этом потоке, на потоке компонопщика мы пытаемся сделать то, что называется тайлинг. У нас есть слой, мы определили, вот этот элемент будет вынесен в слой. И мы вместо того, чтобы отрисовать все, мы его еще на маленькие кусочки разбиваем, это называется тайлинг. Нет необходимости отрисовывать всю страницу. Там может быть страница очень длинная, там 10 тысяч пикселей, допустим, а на экран влезает только часть. Зачем это все отрисовывать? Вопрос. Тайлы, слои мы можем с вами подсветить тоже с помощью DevTools. Вот я тут эти все опции выбрал, приблизил, показал эти границы, то есть все это мы можем с вами посмотреть. В дальнейшем у нас происходит растеризация. Мы получили вот эти квадратики, тайлы, и мы эти квадратики, тайлы, отправляем на еще дополнительные потоки, которые там у нас есть в рендер-процессе. Они нам как раз дают так называемые bitmap. Рендер потоки, потоки, связанные с растеризацией, вот я показал на экране. Это нам все в дальнейшем дает bitmap, ну, что-то типа пикселя, цвет пикселя плюс прозрачность, вот так вот это можно понимать. Если у нас там есть операция, связанная с картинкой, с какой-то, у нас там еще и декодинг изображений происходит. В дальнейшем мы обновляем наше дерево слоев, считаем то, что у нас операции там завершили, мы завершили вот этот весь расчет. Результатом этого расчета является еще одна внутренняя структура, композитор-фрейм. Потом мы эти все композитор-фрейм отправляем на GPU-процесс. У нас, поскольку на странице есть множество, так сказать, может быть множество айфреймов, множество окон, да еще и браузер, тоже какие-то свои элементы графически привносят. У нас вот это все формирует композитор-фреймы, и все мы это собираем, и в дальнейшем мы это все отрисовываем на экран. Вот такая вот у нас большая и долгая схема. Если ее собрать воедино, получится вот так вот. Есть еще другие схемы, которые пытаются более проще расписать, как это все там под капотом работает. То есть те же самые операции, но несколько другое описание. Допустим, там статьи, это разработчиков Google, в частности, цикл статей про рендеринг NG, рекомендую, описывает вот это вот все, то, что мы называем с вами рендерингом, и вот что нам это дает. Вот я окей, там, сказал, как вот этот рендеринг-пайплайн устроен, и что. А нам он дает понимание операций. Вот эти вот все цветные квадратики, которые вы видели в DevTools Performance, за каждой этой операцией стоит время, за каждой этой операцией стоит свое понимание. То есть как эта операция работает, и в дальнейшем мы можем понять, как мы можем повлиять на это все. Если у нас парсинг, у нас есть объем HTML, который на парсинг влияет, JavaScript может стопорить, CSS в зависимости там от сложности селекторов, от размера до layout. В layout есть свои проблемы, там, я не знаю, как это сказать по-русски. В общем, иногда layout рассчитывается не тогда, когда мы хотим. Такие еще есть процессы. В общем, мы можем повлиять на GPU, мы можем повлиять здесь на все. В зависимости от того, какой формат картинки мы выберем, мы повлияем на вот эти вот потоки, связанные с растеризацией. То есть если туда поклубиться, то мы можем понимать, на что мы влияем, а влияем мы на все. И вот теперь мы, когда понимаем, как у нас там сеть работает, как рендеринг работает, мы должны понять, а что мы должны измерить, и что нам нужно измерить за тем, чтобы приблизиться к производительности, чтобы начать с ней как-то работать. Ну, то есть чтобы ее улучшать, чтобы понимать, нужно ли нам это вообще улучшать что-то или нет. Когда-то очень давно мы смотрели на такую метрику, как размер страницы. Вот там я помню времена модемов, я помню там, когда я еще в школе учился, там размер страницы должен был быть не больше, чем 50-60 килобайт. Это считалось, типа, очень круто. Потом это все выросло до 100 килобайтов, а потом мы как-то, потом что-то произошло, и мы уже перестали за этим всем следить. И более того, вот можно такую другую статистику взять. У нас средний размер страниц, это теперь 2 мегабайта. Размер страниц вырос значительно, и метрикой это, ну, наверное, уже не является. То есть хорошо, конечно, когда страницы весят не так много, но если у вас страничка большая, то она у всех большая. То есть, скорее всего, это норма в современные дни. Потом у нас появилась такая метрика, как время создания страницы на бэкэнде. Если вы работали на PHP и застали за то время, когда там форумы всякие, CMS-ки, нужно было написать свою CMS-ку, наверняка вы видели то, что там в подвале подписывают вот такое вот нечто. Столько-то запросов было, и за столько-то времени страница была сгенерирована. То есть это бэкэнд говорил о том, что у меня-то все нормально. Если у тебя что-то тормозит, это уже проблема у тебя на сервере, у тебя в браузере. У меня на сервере все хорошо. Когда-то очень давно появились, ну, не знаю, там, первые, кажется, там, 2003-й, 2005-й, там где-то что-то появилось. А фреймворки, которые связаны вот с тем, что называется Single-Page Application, появились, наверное, not backbone. Я не помню, какие там года. Ну, пусть будет там 7-й, 9-й, где-то так вот. Они изменили наш современный веб. Они перенесли то, что у нас, то, что у нас теперь логика находится в браузере. И вот там еще несколько лет прошло. Конференция была, которая показывает вот это вот явление, о котором я сейчас говорю. Конференция там 2011-2013 года. Они сконцентрировались, разработчики, они сконцентрировались на скорости отрисовки, они сконцентрировались на FPS-ах. У нас все перешло в браузер, у нас там все начало тормозить, потом появляются оптимизации, связанные с FPS-ами. Там же у нас появляются понятия компоновки, то есть мы как-то начали проще жить, но у нас жизнь это усложнилась. Сначала она усложнилась, потом, вернее, сначала появились проблемы, потом она у нас усложнилась. Появилось понятие там, тоже такие статьи были, ну, как бы не на хайпе, но акцентировали внимание к Critical Rendering Path. Возможно, это отсылка к первой отрисовке, ну, как бы, кто знает. Совсем давно, вернее, а совсем недавно, как кульминация вот этих всех процессов исторических, которые там связаны с развитием в сети, версии HTTP протоколов, вот усложнение рендеринг-пайплайн. Мы там пытались размер страницы посмотреть. Вот это вот все привело к тому, что у нас сформировались метрики, вернее, компания Google нам предложила смотреть на метрики, которые она обозначила как Web Vitals. Метрик у нас много, 8. Очень кратко про все хотел бы поговорить, потому что они, по сути, и определяют то, на что нам нужно акцентировать внимание. Вот очень есть хитрая метрика. Первая метрика – это time to first byte. Время между запросом и получением первого байта. Это такая, почему она хитрая? Потому что она показывает все проблемы, которые стоят там вот на бэкэнде, и вот проблемы, которые связаны с сетью. Вот мы там видели пример с PHP, вот очень старый. Он, по сути, вот эту циферку, которую я рисовал, это вот и есть вот этот бэкэнд. А у нас еще есть работа с сетью. И вот эта метрика, она показывает вот такой вот большой пласт проблем. Если у вас с этим все хорошо, значит, у вас все хорошо с сетью и с нетворкингом. Другая пачка метрика, она связана с отрисовкой. У нас есть момент первой отрисовки, у нас есть момент отрисовки какого-то контента, это first content full paint, и у нас есть момент отрисовки самого большого контента, видимой части страницы. И вот эти три метрики, которые связаны с отрисовкой, две из них, это веб-вайтлс метрики, они доступны в DevTools Performance. То есть хотите или нет, но метрики, они уже являются частью нашей жизни. Более того, в Lighthouse они еще есть. Не хочу в сторону отходить. У нас есть еще другие метрики, они несколько сложны для понимания, но так или иначе они вращаются вокруг понятия долгих JavaScript-овых задач, time to interactive, например, total blocking time. Есть еще задачи, связанные с пользовательской активностью, first input delay. есть метрики, вернее, есть еще метрики, связанные с восприятием контента, это как CLS, community layout shift. Есть еще там другая новая метрика, которая тоже с пользовательской активностью, связана с пользовательской активностью и показывает performance, как сказать, после открытия страницы. То есть у нас, потому что большая часть метрика, она живет где-то там внутри. То есть у нас есть метрики. Мы пришли исторически к этим вот метрикам, которые мы очень медленно раскапывали. Я очень кратко показал, как это произошло, там время загрузки страниц, FPS, там что-то еще было. И Google нам предоставил эти метрики. А что с ними делать? Как их собирать? У нас есть возможность использовать Lighthouse. У нас Lighthouse встроен в браузер. У нас есть сторонние инструменты. Мы можем собирать метрики в полевых условиях и в лабораторных. В лабораторных это любые инструменты, которые вы используете здесь и сейчас в текущей фиксированной среде. Вы можете встроить Lighthouse в ваш CI-пайплайн, собирать эти метрики. Вы можете в DevTools перформанс открыть, часть метрик там посмотреть. Первое направление такое. Другое направление это в полевых условиях. Вы вставляете какую-то библиотеку, которая эти метрики отправляет, представляете ваше фронтенд-приложение, собираете на сервере и в дальнейшем анализируете. Есть там рекомендации, как это все собирать, инструменты, описание инструментов в web.dev. Как это все улучшить? Правило простое. Нужно измерить, проанализировать, оптимизировать. Вот есть инструменты, которые позволяют собрать данные. И как теперь с этим совсем быть? Вот вы это все собрали и вот я выделяю здесь два подхода. Терапевтический, у нас есть web vitals, у нас есть инструменты, которые это все собирают. И эти инструменты, они нам предлагают набор рекомендаций от PageSpeed Insight, PageSpeed, он в дальнейшем переводе, да, PageSpeed Insight под домен переименовался. Там другие инструменты, Lighthouse в DevTools Performance, все они какой-то список рекомендаций предлагают. Это как терапевт, ты приходишь к нему, говоришь, у меня что-то болит, он говорит, выполни вот эти рекомендации, у тебя будет все замечательно. Более того, есть история о том, как компании просто удовлетворили эти рекомендации, и у них конверсия выросла. То есть они на перформанс повлекали, странички стали работать быстрее, пользователям стало лучше, ну и они там начали делать то, что на этих сайтах делают, быстрее в соответствии. На пользовательское поведение это все повлияло. Есть другая тема, это хирургический подход. Вот этот весь, когда терапевт уже не помогает, когда вам нужно обращаться кому-то, кому-то, не стоит идти к знахарям, стоит вооружиться знаниями и попытаться применить их на практике. Вот есть такой очень классный пример, я его не в первый раз показываю. У нас есть анимация, которая формируется следующим образом. У нас есть небольшое количество домоэлементов. У каждого домоэлемента есть тень. Тень создает в конечном счете операции на GPU, вот в этот рендеринг пайплайн вспоминаем. У нас есть некоторая формула, которая определяет, как эти у нас элементы будут двигаться. Мы покажем еще, сколько у нас кадров в секунду будет отрисовываться. Все это выглядит вот так вот, тормозит, вращается очень медленно, вооружаемся нашими знаниями, смотрим DevTools Performance, что происходит, кадры теряются, очень большая нагрузка на GPU, потому что у нас отрисовка происходит, теней вот этих всех элементов. Видим то, что отрисовывается большая область. Открываем Paint операции. Вот я там ранее показывал, как смотрим то, что у нас в рамках Paint операции очень большая пачка операций в дальнейшем отрисовывается. Результат отрисовки, вот он представлен. У нас есть понятие слоев, у нас есть возможность вынести все в отдельные слои, выносим это все в отдельные слои, каждый слой отрисовывается отдельно, но он не перерисовывается, он там пусть в кавычках перемещается в пространстве, там на самом деле сложнее все происходит. FPS у нас растут, то есть мы приняли наше знание на практике, использовали тот самый хирургический подход. Количество кадров, которое у нас стало пропадать, стало меньше, больше зелененького. Открываем Paint операцию, операции здесь у нас меньше, то есть отрисовываются только эти две кнопки, тоже можно их оптимизировать. Но так или иначе, вот у нас есть вот такой вот подход. Что нужно из этого всего запомнить, из всего того, что я вам наговорил. У нас есть веб-страница, есть у нас два больших процесса, процесс, связанный с работой с сетью, нетворкинг, у нас есть рендеринг. Когда мы работаем с веб-страницей, у нас эти два процесса, они друг с другом связаны. У каждого процесса своя природа, у каждого процесса свои операции, свои задачи, операции внутри браузера, задачи, ну как для нас там, парсинг, стилизация, получение контента из сети. И мы теперь понимаем, куда смотреть. Мы понимаем, куда смотреть в случае проблем. И у нас еще есть интересный тренд со стороны разработчиков браузеров. Разработчики браузеров пытаются спрятать всю эту сложность. Но если у нас появятся какие-то проблемы в производительности веб-страниц, теперь мы будем знать, что с этим делать. Благодарю за внимание. На этом мой доклад завершен. Если вам интересен технический контент, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там довольно-таки интересно. А на этом все. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok